Признательности поздравления врачам. Сегодня отмечается День медицинского работника. В этом году он проходит на фоне борьбы с эпидемией коронавируса. В Республиканской клинической больнице имени Тимофея Машняги записали видеопоздравления для коллег. Трудности не сломили врачей, наоборот, закалили их и сделали еще сплочение. Примите самые искренние поздравления в этот день за вашу самоотверженность, профессионализм и компетентность. Вы лечивая пациентов, вы возвращаете счастье в дом людей. Спасибо за преданность и профессионализм в эти тяжелые моменты, через которые мы вместе проходим. С видеообращением в Фейсбуке к медработникам обратилась и министр здравоохранения Вярика Думбровяну. Она поблагодарила их за тяжелый труд, самопожертвование и преданность своему делу. Вы выполняете очень важную работу, спасаете человеческие жизни. Сейчас все силы направлены на борьбу с эпидемией COVID-19. Мы уверены, что благодаря вашей самоотверженности и профессионализму нам удастся ее выиграть. Дорогие медицинские работники и фармацевты, здоровья вам и всего наилучшего. Премьер-министр Ион Кику написал в социальных сетях, что 2020 год изменил представление о значимости системы здравоохранения. Премьер назвал врачей источником вдохновения и примером. Президент Игорь Дадон отметил в Фейсбуке, что несмотря на трудную ситуацию в системе здравоохранения, медработники остаются верны своей профессии и самоотверженно работают, спасая жизни. Дадон подписал указ о присвоении государственных наград. Их получат около 400 медработников. Более 200 медработников получат дипломы первой степени в знак благодарности за труд. Их подписала председатель парламента Зинаида Гречаная. Национальная армия разместила в соцсетях эмоциональное видео, посвященное военным медикам, у которых двойной долг – стоять на страже страны и здоровье людей. Группа врачей предложила в День медработников в полдень на 15 секунд включить сирены всех машин скорой помощи в знак уважения и памяти работников системы здравоохранения, павших при исполнении служебных обязанностей. Напомним, что 2020 год объявлен в Молдове годом медицинского работника. Продолжение следует...